здравствуйте уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс ртовский марина роща москва хочу рассказать вам про раби исраэля большим того про чудо которое произошло про великое исправление душ один раз нему пришел один очень богатый человек принес свое пожертвование свою тздаку не оставшись у него буквально даже на секунду он попытался выйти но большим то восстановил его сказал подожди неужели тебе не нужно благословение неужели тебе не нужно напутствие исправление ты не нуждаешься ни в чем он сказал нет есть все раби я соблюдаю шаббат я хожу в синагогу мне еврейская семья слава богу есть все до большим то посмотрел на него и рукой остановил сказал выслушай меня я не задержу тебя надолго и он рассказал ему про древние времена когда жили два друга они учились вместе в ешиве и пообещали один другому о том что потом в течение жизни они будут поддерживать один другого они учили тору вместе они были связаны один с другим вот пришло время они вышли из ешивы один женился уехал в одно местечко второй женился уехал в другое местечко они жили своей жизнью собрали какой-то капитал были не бедными людьми пока один из них не обеднел равно обеднел он вспомнил о своем друге прошли годы но память была сильна он поехал к нему и попросил и сказал смотри можешь ли ты мне помочь тот естественно выписал вексель дал ему помощь говорит смотри вот все что у меня есть половина тебе потому что ты мой любимый друг мы с тобой учили тору воспоминания юности он уехал естественно за вот эту огромную сумму он собрался поднял капитал восстановил свой бизнес и продолжал существовать тот который помог колесико знаете как этот мир идет колесико перевернулась тот кто наверху стал внизу тот кто внизу стал наверху и тот кто помог стал внизу он начнутся в бедственном положении он приехал к своему другу которому совсем недавно он помог и говорит брат прости прошли годы я нуждаюсь помнишь я помог тебе пошли ты помочь мне ну как это бывает жизни и большим то как я напоминаю вам он рассказывает это своему гостю как это бывает жизни друг которому помогли вдруг сказал так ты знаешь мой бизнес еще не прочно стоит на ногах я не смогу тебе помочь может быть позже друг был просто убит он не знал что делать он не верил своим ушам он вернулся домой долго плакал но кое-как собрался потихоньку по крупицам собрал свое дело восстановил все и даже больше и очень 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 разбогател колесико повернулась вспять его другу и он опять обеднял и опять вспомнила своем друге которому совсем недавно он отказал но не мог ему идти его жена сказала слушай то что ты не помог ему не говорит ни о чем ведь он великий человек он хасид он всегда тебя простит и поймет направляйся к нему потому что нашим детям нечего кушать он направился к нему пришел подавленный с опущенной головой стыд и позор был на его лице он сказал ему брат помоги объяснил всю ситуацию клялся и божился что такого больше не будет когда его друг сказал ты знаешь ты нанес мне тяжелое увечья моральное тяжелый момент я тебе помогу дал ему огромнейшую сумму при этом взял с него расписку на всякий случай прошлый раз ты не вспомнил я тебе напомню вся в эту расписку прошло время и как мы говорим с вами колесико жизни повернулась и тот кто всегда помогал опять обеднял он вторично пришел своему другу тут уже у него не было сомнений что тот ему вернет хотя бы вернет хотя бы не из чувства долга а из чувства обязанности по расписке его встретил швейцар с широкими плечами такой вася который поднялся своему хозяину говорит подожди я должен доложить тот стоял как бедный родственник внизу он вышел говорит что-то он тебя не помнит а ну-ка дай-ка вот эту бумажку которая у тебя может он вспомнит отдал бумажку и высоконравный эгоистичный хозяин появился в окне второго этажа с огни вам в руках запалил вот эту бумажку и она как пепел рассыпалась во дворе ему сказал ты знаешь брат я понял что в этой жизни выигрывает сильнейший я сильнейший и он закрыл окно его друг был не просто подавлен он был убит он не протянул и месяц слег и умер в этот же день умер его друг будучи богатым и успешным человеком две их души поднялись наверх большим то я напоминаю вам рассказывает это своему гостю богатому человеку когда их две души поднялись наверх на верху а мы знаем там наверху нет подлогов нет взяток там нет искушений эти две души предстали перед богом естественно высшая канцелярия сказала ты сюда ты будь добр сюда ты сюда потому что ты всю жизнь помогал и страдал а ты вел себя как подонок должен идти в ад друг который пошел в рай взмолился богу и сказал всевышний уже одна там мысль что из-за меня кто-то пойдет в ад не дает мне покоя можем ли мы переиграть всевышний говорит конечно как говорится по вашему желанию и они спустились опять вниз душа бедного попала в нищего душа богатого попала в богатейшего и большим то направил свой острый мудрый взгляд в этого человека сказал неделю там назад должно было произойти вот это вот исправление богатого человека нищий постучал в двери богатого причем мы знаем с вами что когда происходит такое переселение душ один человек не знает кем он был до этого всем за все веревочки дергает всевышний вот он постучал к нему его друг который не знал что он его друг открыл дверь и сказал о еще один нахлебник еще один паразит и и просто спустил его со всех лестниц там было холодно было очень скользко он упал разбил себе голову и вчера он умер человек который сидел перед большим того упал ниц и плакал истерически кричал он был тем богатым человеком который неделю тому назад спустил с лестниц нахлебника большим то в сказал ты знаешь иногда с небес не направляет вот такие души как ты чтобы я каким-то образом способствовал в этом мире их исправить твоя душа не зря пришла ко мне сегодня именно в такой день на хоронят твоего друга дал мне эту сумму денег я спросил тебя а может быть ты нуждаешься благословения может быть есть твоей жизни что-то что можно исправить но ты пренебрег не вспомнил в твоих глазах ты всегда был великим эгоистичным человеком который приписывал себе свои таланты все свое даже молясь синагоги одевает филин соблюдай шаббат и оставался тем же эгоистом и теперь я хочу постановить так и большим то в дал ему текун то исправление которое нужно было этому человеку он должен был сохранить семью этого человека берегать и платить и с тех пор он взял на себя цдаку праведники знают какое исправление нужно дать таким душам и дамы и господа прослушив этот рассказ мы с вами естественно приходим каким-то выводом каждый из нас приходит своему выводу но цель этого рассказа чтобы мы стали немножко лучше чтобы знали что над нами есть тот кто видит слышит и записывает все наше поэтому с божьей помощью сегодняшнего дня возьмем на себя хорошее решение быть позитивными людьми помогать ближним и никогда не пренебрегать теми кто просит шалом шалом и